Друзья, всем добрый день, меня зовут Илья Иванов, я продакт-менеджер компании Appymatico по направлению 3CX. Сегодня у нас вебинар будет не очень длинный, мы хотим поговорить именно про изменения, которые происходят и будут в начале следующего года происходить в политиках компании 3CX и о некоторых возможностях и выгодных предложениях, которые мы, с своей стороны, как дистрибьюторы готовы, собственно, до конца текущего календарного года вам предложить. Поэтому сегодня мы не будем разбирать, собственно, всю партнерскую программу с начала до конца. Если у вас есть вопросы конкретные, пишите прямо в чат или в комментарии в записи, обязательно ответим. Конечно, несложно еще раз проговорить партнерскую программу, но и всегда можем поделиться записями предыдущих вебинаров, где мы именно для новых партнеров рассказывали основные положения, собственно, с самого начала. Кстати говоря, у нас вчера прошел один из таких вебинаров, совместный вебинар представителей 3CX и Funville. Эта запись выложена, так что, если у вас есть время и желание, посмотрите. Там как раз много интересной информации, в том числе для начинающих партнеров. Сегодня, да, действительно, мы больше будем скорее ориентироваться на тех, кто, в принципе, знает и понимает, что такое 3CX. И как раз поговорить больше об каких-то новостях, об изменениях. Не хочется, как говорят на психологических тренингах, употреблять слово «проблема», поэтому первый раздел нашей презентации будет о тех вызовах, которые нам дает текущий год и вообще меняющаяся обстановка. Ну и, собственно, изменения в партнерской программе самого вендора. Для кого-то это может быть важно. Первое положение, о котором нужно обязательно сказать, это то, что с Нового года аффилированные партнеры, то есть те, кто в статусе аффилие, со скидкой 10% от рекомендованной розницы, в большинстве своем будут удалены из партнерской программы, из партнерского портала, и ваши аккаунты в таком случае будут переведены в статус end-user. В этом случае вы теряете некоторые свои клюшки, преимущества, такие как скидку 10% от розницы и, что тоже немаловажно, NFR-ключи. То есть есть у нас достаточно много партнеров, которые даже на статусе аффилированные, получая минимальные вот эти NFR-ключи, то есть бесплатные ключи от вендора, которые выдаются для собственного пользования, на 4 одновременных вызова, с удовольствием все равно ими пользуются и используют в работе своей компании. Вот таким партнерам в данном случае придется уже приобретать их за деньги и использовать 3CX на условиях конечного заказчика. Конечно, не все аффилированные партнеры будут переведены в этот статус, то есть по сути вообще лишены какого-то партнерского статуса. Те, кто прошел сертификацию, те, кто активировали и пользуются своими NFR-ключами, и те, кто сделали в текущем году хоть какую-то продажу 3CX, получили хоть какие-то баллы ревенью в партнерской программе, но не дошли до уровня бронз, хотя это, в принципе, тоже не такой высокий таргет, но понятно, что его тоже можно не достичь. А, конечно, будут сохранены в партнерской программе, так что не переживайте, если вы хотите и работаете с 3CX, то есть возможности, конечно, этого избежать. Ну и в будущем, естественно, любой из партнеров, конечно, сможет заново зарегистрироваться в партнерской программе и также начать свой рост заново, но для этого уже, конечно, нужны будут какие-то основания, ну и какие-то текущие проекты. То есть просто так зарегистрироваться на будущее просто хочется, но такие варианты не всегда прокатят. Другое важное изменение, о котором нужно знать уже партнерам более статусным, с более высоким статусом, это повышение таргетов в баллах ревенью в партнерской программе для некоторых уровней партнеров. Серебряные партнеры теперь в следующем году для подтверждения своего серебряного статуса должны будут набрать 7500 баллов вместо 5000 и пройти интермедиат, техническую сертификацию вместо базовой. Золотые партнеры должны будут набрать 17500 баллов вместо 12000 и пройти расширенную сертификацию 20. Для платиновых партнеров также изменены таргеты, теперь это 35000 баллов вместо 25000. Никак не меняются таргеты, соответственно, для бронзовых партнеров, 2500 так и остается, и для титановых 100000 баллов. Баллы, как вы, наверное, знаете, равны одному евро в ценах рекомендованных розничных, то есть в ценах конечного заказчика это приравнивается к одному баллу в партнерской программе по прайсу 3CX, естественно, без налогов. Забегая немножко вперед, скажу, что ничто не мешает любому партнеру подтвердить свой статус, будь то серебряный, золотой или платиновый, в текущем году, в 2020 по старым таргетам, например, по таргетам 5000 баллов и сохранить его на весь 2021 год и, соответственно, больше года вперед пользоваться всеми привилегиями своего статуса. В следующем году это сделать уже будет сложнее. То есть, по сути, остается принцип того, что статус повышается моментально, как только партнер сделал необходимое действие, достиг необходимых показателей. Буквально, если партнер 15 января совершит хороший проект и превосходит прохождение нужного уровня сертификации, конечно, он сразу поднимется до этого статуса с рейбами, золотой платиновой и так далее. Но это уже с нового года будет сделать чуть-чуть сложнее. Чем по условиям текущего 2020 года. Другой вызов, уже не зависящий здесь никак от производителя, от компании 3CX, зависящий от законов Российской Федерации, это введение НДС на программное обеспечение иностранных производителей в России с 1 января 2020 года. Все лицензии 3CX, по сути, для конечного заказчика с нового года подорожают на 20%, потому что сейчас мы продаем без НДС, все по закону, но вот закон поменялся. Конечно, многие партнеры уже думают, что с этим делать, и не только в отношении 3CX, но и многих других производителей программного обеспечения, как это можно компенсировать заказчикам, как можно оптимизировать все эти процессы, но общий факт остается таким, как он есть. И, конечно, мы понимаем, что это может вызвать некоторые сложности для вас, как для партнеров, но, надеемся, конечно, глобальные ситуации это не поменяют, в принципе, ничего сверхкритичного здесь нет, но к этому нужно быть готовым не понимать, особенно закладывая расчеты на проекты следующего года, конечно, нужно уже добавлять 20%. Еще одна новость, которая, на самом деле, уже не новость, мы про это говорили еще в мае месяце и все лето, но не устаем повторять, потому что, к сожалению, периодически возникают проблемы, прекращена поддержка, опечатка на слайде, наоборот, старых версий 3CX, то есть версий до версии 16, со старыми лицензиями уже практически ничего нельзя сделать, получить поддержку от вендора, провести какие-то действия, могут возникать проблемы, поэтому всячески призываем всех пользователей обновлять 3CX до актуальных версий, до последних апдейтов, пользоваться всеми преимуществами и не получать на свою голову лишних проблем. Это несложно, в принципе, никаких проблем в этом нет, так что заказчикам не нужно переживать. Ну и как раз важное замечание, вынесенное на слайд, то, что не так давно произошло, вот буквально последние пару месяцев, там периодически, раз в неделю, раз в две недели приходят такие вопросы от партнеров. Действительно, те, кто пользуется версией 3CX 16, апдейт 4 и ниже, по сути, недоступно взаимодействие АТС с лицензионными серверами 3CX, то есть на ключи, которые работают на старых версиях, нельзя получить, например, апгрейды и расширить этот ключ, это может вызывать некие проблемы, то есть, ну, по сути, конечно, отчасти такая ситуация была и раньше, то есть ничего нового, но я не встану повторять, что, пожалуйста, обновляйте версию 3CX, это может вызывать лишние проблемы для заказчиков и в конечном итоге лишние проблемы, в том числе и для вас, и для наших партнеров, потому что, ну, к примеру, если клиент сидит на 15-й версии и хочет сделать апгрейд, а у нас были примеры, когда в деньгах это могут быть достаточно большие суммы, например, апгрейд со 128 одновременных вызовов до 256, мы, да и производители, не можем это сделать физически, такой возможности просто нет, не от того, что кто-то где-то злой, мы этого не хотим, но если заказчик упрется и не захочет, ну, надо объяснять, проводить разъяснительную работу, объяснить, что это несложно, но никаких проблем с обновлением до текущей версии не будет, ну, а вы, как партнер, соответственно, заработаете, знаете, продажи денег, не потеряете заказчика, потому что, ну, к сожалению, обратные примеры у некоторых наших партнеров тоже были, но и там такие проекты срывались. Но не только о сложностях, о проблемах нужно говорить, но и о возможных решениях всех этих ситуаций. Давайте как раз про это поговорим. На самом деле у меня здесь решения в целом умещаются ровно на один слайд, но разберем его достаточно подробно. Ну, во-первых, ответ может быть на все проблемы один, просто берите и продавайте, то есть по ценам текущего года, по таргетам текущего года и по ценам текущего года или уже по следующим всегда есть возможность реализовать проекты, достичь более высоких статусов, получить большую скидку и сделать своих заказчиков довольными и успешными, ну и самим, конечно, тоже заработать. Естественно, мы понимаем, что это основная задача наших партнеров, все-таки мы все являемся коммерческими организациями. Но, естественно, мы как дистрибьютор готовы в этом помогать и поддерживать. Первый общий призыв, который я еще раз повторил, что лучше и есть прекрасная возможность все продления, продления годовых лицензий, мейнтенанс и так далее, сделать в этом году по текущим таргетам, по текущим ценам, без учета возможных повышений цен на стороне производителя в следующем году, например, на мейнтенанс, без учета возможного роста курса евро в следующем году. Ну, сейчас, как вы знаете, курс евро немножко откатился назад, на текущий день, 25 ноября, цены на лицензии достаточно комфортные, но, понятно, что мы не можем со 100% уверенностью предсказать, что будет в следующем году, поэтому призываем сделать все продления даже следующего года, уже сейчас, в ноябре, в декабре, так будет лучше в конечном итоге и заказчику, и вам. Естественно, также призываем делать продления на 2, 3, 4, 5 лет вперед. Если, как вы, наверное, знаете, вендор предлагает дополнительные скидки, например, на продление мейнтенанс на 3 года вперед, 10% дополнительная скидка, и на 5 лет вперед, 15% дополнительная скидка, то мы от себя, конечно, готовы еще как-то добавить, проэстикулировать, помочь, рассмотреть возможности, помочь нашим партнерам сделать максимальные продажи именно в этом году. Комментарии в чате говорят, что все будет хорошо и что не нужно разжигать. Конечно, естественно, я и мы все верим только в лучшее, и то, что и вакцины от коронавируса в ближайшее время появятся, вообще все будет хорошо у нас на нашем шарике, но готовиться, конечно, надо в том числе и к, возможно, будущим проблемам. Ну и вот к тому всему, что я говорю, к возможным дополнительным скидкам, дополнительной поддержке, ну, конечно, это не только какие-то общие заявления, что давайте смотреть конкретные продажи, но есть и конкретные акции, которые действуют, которые открыты у нас на сайте. Например, предназначенные для новых партнеров, и в первую очередь для партнеров как раз со статусом аффилированной, чтобы они могли успеть в этом году реализовать какие-то проекты, повысить свой статус, ну и вообще остаться партнером на следующий период. Акция, которая имеет заголовок «Регистрируйте проекты в 2020 году и получайте дополнительные скидки». Ну, с одной стороны, мы, конечно, понимаем, что 10% скидки от рекомендованной розницы, перечискивать на маржинальность – это не так много, но и вопросы партнеров о том, что хотелось бы больше, иногда действительно обоснованы. Пожалуйста, есть конкретный инструмент. Можно заполнить форму на сайте, дать заявку, и мы предоставим большую скидку, официально вам ее согласуем на проект, реализуемый до конца года. Эта акса действует уже достаточно давно, несколько партнеров успешно ей воспользовались, были довольными, так что и вас тоже призываем. Мы готовы предоставлять специальные цены на лицензии, которые остались у нас на складе. Вы, наверное, знаете, что с августа текущего года 3CX прекратила, в принципе, продажу новых бессрочных лицензий редакции стандарта и профессионал, но у нас на стоке специально для завершения каких-то проектов, ну и вообще для помощи с текущим спросом, чтобы не обрубать это моментально, эту возможность. Есть некоторые лицензии, конкретно 8 одновременных вызовов профессионал бессрочные, 16 одновременных вызовов профессионал бессрочные и, то есть, также 32 одновременных вызовов. И, например, есть также официально закрепленная акция у нас на сайте, где закреплена очень хорошая цена на 32 про в рублях, не зависящие от курса евро. Ну, по большому счету, там можно посчитать некий условный внутренний курс, меньше 70 рублей, ну, то есть, в 2020 году даже такого, по-моему, ни одного дня не было, так что в рублях цена действительно хорошая, и можно реализовать проекты, ну, тем более до введения НДС, которые, понятное дело, на эти лицензии тоже начнем действовать в следующем году. И также мы предлагаем дополнительную скидку при покупке мейнтенанс на 5 лет вперед с дополнительной скидкой. То есть, здесь будет действовать не только скидка от производителя, 15% на такую покупку, но и мы готовы еще больше пойти навстречу, тоже есть расчеты, пожалуйста, обращайтесь. Ну, и, собственно, основная фишка в том, что все три акции можно объединить. Например, если у вас сейчас есть какой-то проект на 100, 120, 150 рабочих мест, ну, или даже больше, в зависимости от типа бизнеса, туда может прекрасно подойти лицензия на 32 до временных вызовов редакции Professional, можно сразу купить мейнтенанс на несколько лет вперед и обеспечить полное владение заказчиком лицензии без каких бы то ни было ограничений, без дополнительных вообще плат в течение, например, 6 лет вперед. Ну, то есть, один год мейнтенанс, это лицензия на получение обновления, поддержки включен в собственную лицензию, и еще 5 лет плюс, к примеру. И все это сделать по хорошей цене, с экономией, сравнению, если посчитать возможные будущие платежи, с учетом всех повышений цен, введения налогов и так далее в будущем, там разница, ну, примерно в два раза получится. Ну, в принципе, достаточно неплохие инвестиции, почему бы и нет. Не могу также пройти мимо, ну, это не секрет, что я занимаюсь не только направлением 3CX нашей компании, но и также направлением домофонии, например, такие бренды, как Fanville, ну, еще у нас есть на стоке некоторое количество европейских домофонов от производителей NISTA ITS, которые тоже можно купить, почему нет. Ну, и вот, собственно, на некоторые продукты из этих серий у нас тоже объявлены специальные акции, которые действуют до конца года, пожалуйста, пользуйтесь. И могу так полуофициально пообещать, что если будут у вас комплексные проекты с оборудованием Fanville любым, отельные проекты, отельные телефоны или, например, домофонии или еще что-то, и, конечно, с ATS 3CX в основе сети предприятия, если будут такие комплексные истории, то можем сделать и посчитать еще какие-нибудь более специальные цены, но тоже понятно, что этот проект будет крайне интересный. Так что давайте попробуем до конца года что-нибудь такое реализовать, ну, например, в гостиничном бизнесе это все идеально ложится. Ну, вообще, вот я уже говорил, что у нас вчера был вебинар совместный с представителем двух брендов, мы там искали точки соприкосновения, но вообще синергия двух производителей иногда находится в самых неочевидных сферах. Например, неделю назад у нас был вебинар, посвященный теме каворкингов и их оснащениям. Ну, как ни удивительно, там тоже прекрасно находится возможность для применения 3CX в основе сети и оборудования от Fanville, так что давайте реализуем какие-нибудь интересные проекты в ближайший месяц. Слайд и целый раздел про наши возможности в текущем году закончен, но хочу поговорить о некоторых других просто хороших проектах, связанных с 3CX. Давайте попробуем. Прекращение поддержки старых версий 3CX, о чем я говорил выше, это не столько действительно проблема, сколько новые возможности, и в этом кроются дополнительные фичи для заказчиков, потому что, конечно, с каждым новым апдейтом появляется все больше и больше, клиенты по всему миру этим пользуются, поэтому мы тоже не хотим, чтобы заказчики оставались на старых версиях платформы и не получали ничего нового. Например, в последнем апдейте, седьмом, от версии 16 от 3CX, появились такие прекрасные возможности, как, например, поддержка Facebook Messenger, что дает дополнительные возможности омниканальности работы по разным каналам с заказчиками. Можно объединить, ну, по сути, в один интерфейс не только лайфчат от 3CX на сайте, но также и Facebook Messenger. Здесь, ну, это официальная информация от вендора, и на слайде указана поддержка также SMS. Я тут достаточно аккуратно буду про это говорить, потому что в России все еще не совсем работает. На эту тему, кстати, можно посмотреть вебинар, в котором представитель вендора Игорь Снежко подробно про это рассказывал. У нас тоже выложен на YouTube. Если у вас есть полчаса времени, тоже познакомьтесь. Но основная мысль здесь, конечно, и основное достижение, основное преимущество – это интеграция с Facebook. Теперь можно с заказчиками, с клиентами, ваших клиентов работать еще и по этому направлению. Подробнее читайте в том числе и в блоге 3CX на сайте. Вся информация есть на русском языке. У нас все больше и больше формируется база знаний, в том числе видео, в том числе на русском языке. Вы, возможно, слышали, что на сайте производителя есть много материалов в разделе «Академия 3CX», но там видео в основном на английском языке. Это не проблема, пожалуйста. Мы выложили на нашем канале и продолжаем выкладывать цикл вебинаров от производителя коммерческих, посвященных старту продаж, созданию коммерческого предложения, работе с контакт-центрами, работе удаленной и так далее, и так далее. Там прекрасные спикеры Татьяна и вышеупомянутый Игорь все замечательно рассказывают, так что все есть в открытом доступе. Можете сами посмотреть или передать коллегам, подчиненным, новым сотрудникам вашей компании. Это все будет полезно. Также мы не устаем проводить коммерческие вебинары на разные темы свои, на своей платформе, и также выкладываем на нашем YouTube-канале. Ну и здесь хочу заметить, что мы разрабатываем и проводим различные вебинары, в том числе по разным сферам бизнеса. Например, для колл-центров, для отелей, для коммерческой недвижимости, для каворкингов, как я говорил. И у нас есть разные презентации также на эту тему, так что можем под разный тип заказчиков подобрать разные кейсы, разные примеры, разные преимущества. Обращайтесь, найдем, чем помочь. Ну и, конечно, без технических вебинаров никуда тоже нельзя. Это все тоже собрано у нас на канале на YouTube. Поэтому, пожалуйста, смотрите, можно найти очень много материалов и пройти буквально всю Академию 3CX всех трех уровней вместе, например, с нашими преподавателями, например, с Олегом Левицким, многим знакомым, ну и с другими сотрудниками, нашими партнерами. Также приглашаю вас на будущее мероприятие. 3 декабря состоится круглый стол в формате вопрос-ответ и обмен опытом между партнерами. Там будет пара основных спикеров, но количество экспертов, ожидаемое в этом собрании, должно просто зашкаливать больше 10 человек. То есть можно будет зайти, задать абсолютно любой вопрос и получить на него ответ, потому что будут как коммерческие, так и технические специалисты из России, из Казахстана, естественно, из Кипра, представители вендора, из других стран. И в том числе там будут наши самые топовые партнеры, которым можно будет задать вопрос и попросить их именно со стороны партнера поделиться опытом, как достичь максимального успеха с 3CX. И не забывайте, чтобы получать все новости, предложения, подписывайтесь на нас в социальных сетях. И хочу рассказать небольшой лайфхак. Если вам в первую очередь интересно направление 3CX, а не какие-то, может быть, другие направления работы компании Appymatica, можете подписаться на нас в Телеграме или в социальной сети ВКонтакте. Потому что именно в этих двух каналах основной контент публикую я, и, соответственно, там 99% новостей связаны либо с 3CX, либо с Fanville. Вот такое небольшое преимущество для партнеров 3CX, которые смотрят этот вебинар, если вы хотите именно получать только важные для себя новости и ограничить себя другой информацией. Так что, пожалуйста, пользуйтесь этим секретом. По сути, все. Это именно новости, которыми я хотел поделиться. Если есть вопросы по каким-то общим положениям работы по направлению 3CX, пожалуйста, задавайте прямо сейчас. На все отвечу. Но, еще раз повторюсь, задачи дать полный экскурс-партнерскую программу в рамках этого вебинара не было. У нас есть специальные другие записи и видеоуроки на эту тему. Но, конечно, вопросы всегда можем ответить. Здесь или в комментариях на Ютубе, пожалуйста, спрашивайте. Ну, или обращайтесь напрямую. Сейчас на слайде моих контактов нет, но они все есть в открытом доступе. Достать меня не проблема, если у вас есть такое желание. Друзья, ну, вижу, что вопросов нет. Наверное, задерживать вас и слушателей в записи не буду. Спасибо всем за участие. До новых встреч. Приходите на следующей неделе на круглый стол. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...